Эти женщины всего добились сами. У каждой своя история, но всех их объединяет одно – собственный бизнес. И собрались они в Пушкино, чтобы рассказать о своем деле в рамках конкурса «Нежный гран-2022». Здесь такое мероприятие проводится впервые. Эта премия организована в рамках деятельности сообщества «Нежный бизнес» и «Союз содействия женскому предпринимательству» в честь поддержки женского предпринимательства нашего города. Цель проекта – с одной стороны, показать женское предпринимательство, девушек, у которых свое дело, и с другой стороны, это показать девушкам, которые занимаются своим делом, что это очень важно. Все участницы конкурса входят в состав общероссийского сообщества «Нежный бизнес». Им необходимо было выполнить три задания. Первое – это эссе на тему «Мой вклад в социально-экономическое развитие территории». Сочинения участниц были в папках у каждого члена жюри. Второе задание – подготовить видеовизитку. К ее созданию многие подошли творческие. Меня зовут Баскак Валсу. Я руководитель студии «Красоты» «Печасончиков Пушкина». Рассказывать о себе мне показалось как-то не очень честно, поэтому я это право передала своим сотрудницам и, самым главным нашим критикам, конечно же, нашим клиентам. От меня только сухие факты. Мне 32 года, у меня высшее экономическое образование, и моему любимому делу почти 6 лет. Алсу пришла в бизнес в 2016 году. Работая в банке, она мечтала найти свое дело, которое связано с детьми. Так появилась идея создания детского салона «Красоты». Алсу сама ведет социальные сети салона, находится в нем, общается с клиентами и знает почти всех детей, которых стригут у нее. А главная женщина получает от своего дела огромное удовольствие. В сообществе «Нежный бизнес» я недавно. Этот конкурс для меня на самом деле большой шаг вперед. Сообщество помогает раскрыть себя с неожиданных сторон. На данный момент у меня запатентованный товарный знак, и сейчас мы уходим в сферу продажи франшиз. Первая франшиза у нас продана сейчас в соседний город, город Ивантеевка, и мы планируем расширяться по всей России. На конкурс были заявлены в основном социальные направления бизнеса. Это и кадровое агентство, школа этикета и даже сеть детских бассейнов. Ольга Орлова представила детский центр «Мини-мишки». Решила принять участие в премии «Нежный грант», потому что мне нужно дальше развивать мой центр. А во времена ковида центр существенно пострадал, скажем так, сейчас практически не переносит доход. И для внедрения каких-то новых услуг, реализации дальнейших моих планов, мне нужно финансирование. Центр проводит много благотворительных мероприятий. Там часто устраивают праздники для приемных семей, для многодетных и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обо всем этом Ольга рассказала во время самопрезентации. Участницам необходимо было представить свое дело, поделиться, как «Нежный бизнес» помогает увеличить доход. А после они отвечали на вопросы членов жюри. Меня всегда восхищали люди, которые могли придумать какой-то проект, который имел бы место жить, еще и приносил бы прибыли. А в этом случае меня вдвойне восхищает, потому что это наши хрупкие женщины придумывают различные проекты, которые живут, которые приносят прибыль, которые интересны многим жителям. В результате две победительницы полуфинала отправятся на финал в Москву. Это Алсу Баскакова и Ольга Григоревская. Всем участницам были вручены дипломы. Победителей финала ждут специальные призы и денежные премии в размере 100 тысяч рублей. Мария Лихобабенко, Владимир Овсяников, Юрий Добрунов. Новости Большого округа.